Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак. Я рада приветствовать вас на своем канале. Я читаю ваши сообщения под моими другими видео и вижу запрос, что вы хотите, чтобы я вам рассказала и показала. И очень много вопросов по поводу того, как красить стрелки, если у меня там изменилась века, века новейшая, какой карандаш взять и так далее. Вот сегодня я хочу вам рассказать и показать, как сделать стрелки и какие есть технические моменты, которые вам уже нужно знать, потому что как раз есть возрастные изменения. Про это так много говорят, мы сами это чувствуем, когда понимаем, что уже веки не те. И вот я раньше красила стрелку, и она была красивая, мне достаточно было намочить там карандаш, ватную палочку, хоп и готово. А сейчас уже так не получается. Я делаю все те же самые стрелки, но такого результата, как было раньше, нет. Так в чем дело? А как раз дело в том, что сейчас просто сделать стрелку уже мало. Нужно ее обязательно поддержать тенями. Что значит поддержать тенями? Давайте я вам сейчас подробно покажу и расскажу. Итак, начнем. Я закололу челочку, вот она такая смешная, чтобы волосы вас не раздражали мои. Значит, первая ошибка. Берем карандаш. И карандаш какой? Тупой. Такой тупой, что вы можете сделать здесь столько много широких линий, что у вас красивой стрелки не получится. Вторая ошибка. Карандаш сухой. Он такой сухой, что когда вы пририсовываете, у вас ничего не пририсовывается. Вот вы рисуете, рисуете, рисуете. Хотите делать красивую стрелку, а толку ноль. В итоге приходится сильно надавливать на глаз, глаз краснеет, стрелки не получаются, растушевка тоже. Все. То есть карандаш, если он у вас уже там 100 лет лежит, пожалуйста, купите новый, свеженький и обязательно жирненький. Жирненький. Это такой карандаш-коял, который очень-очень легко рисует, прекрасно растушевывается, очень эластичный. Вот таким карандашом вы сможете прорисовать стрелку. Даже если у вас карандаш замечательный и у вас не получается, можно воспользоваться другим способом. Это тени. Те, которые вы используете для глаз. Или, например, вот у меня есть тени, которые для бровей. Вот это будет у меня начало стрелки, а вот это будет у меня кончик стрелки. Например, другая палетка теней. Это у меня жады. Тоже темные тени. Вот это у меня будет начало стрелки, а это будет кончик стрелки. Всегда кончик должен быть темнее. Это самая распространенная ошибка, почему не получаются стрелки. Итак, что необходимо сделать? Вы берете красивую кисточку. А красивая кисточка – это кисточка правильной формы, которая просто великолепно вам раз одним движением сделает потрясающий рисунок. И более того, когда вы делаете стрелку тенями, вы сможете всегда очень легко ее подкорректировать, если вдруг вы ошиблись с линией. А вот когда вы делаете карандашом, то там сложнее, особенно если карандаш стойкий. С одной стороны, это так удобно и здорово, что карандаши стойкие. Вот, например, это у меня Наталья Шик карандаш. Потрясающий. И цвет коричневый, и растушевка, и очень стойкий. Можно, кстати, сейчас покажу, как сделать карандашом, но не самим карандашом стрелку, а с помощью, опять же, правильной кисточки. Значит, правильная кисточка – это скошенная кисточка, или она может быть вот такая вот прямая. И самое главное, что вот у нее хвостик непосредственно очень-очень тоненький. То есть такой вот прямо безупречный, тонкий край, который позволяет очень хорошо растянуть линию карандаша. Значит, берем, например, если мы делаем карандашом. Как я советую тех, у кого не получается. Почему не получается? Потому что у нас меняется века. Да, возможно, там лет 20 назад вы хоп-хоп и готово. А сейчас, с учетом того, что строение века меняется, а как оно меняется? А меняется вот таким вот образом, что когда вы в спокойном состоянии, вот здесь вот может быть несколько складочек. У вас тут вот одна, вторая, третья. И в итоге вы рисуете вроде бы красивую линию, но потом, когда вы смотрите в зеркало, эта линия стрелки, она заваливает. И в итоге получается вот такой опущенный печальный взгляд. Не украшает, вообще не украшает. Поэтому очень важно сделать стрелку так, чтобы она глаза немножко как будто бы приподнимала. Значит, какой первый вариант? Вы берете вот такую вот кисточку и не карандашом прорисовываете, а берете на кисточку вот так вот, набираете карандаш. Так как он очень мягкий, прекрасно на кисточку набирается карандаш. И у вас сразу получается красивая линия. Смотрите в зеркало, немножко придерживаете века, не надо натягивать, иначе у вас стрелка получится не той формы. Старайтесь глаза особо не приподнимать, иначе опять неправильно нарисуете. Старайтесь держать в спокойном положении. И вот у вас идут последние реснички, если они как раз немножко приподняты, вообще прекрасно. И вы делаете такое как бы намёточку. Вот она, намёточка. И смотрим, как у вас она выглядит. Так, вроде бы правильно. Теперь начинаем соединять. И рисуем. Раз, раз, крестницам. Смотрите, как я очень часто пальчиком делаю красивый хвостик. Ногтём. Раз, и готово. Посмотрите, вот это как бы первая такая схема. Вы смотрите и понимаете так, правильно нарисовали, а может быть немножечко она завалилась. Вы тут же начинаете её подправлять. Вот здесь мне нужно повыше. Вот тут мне нужно немножко лишнее убрать. Для этого я что беру? Консилер с кисточкой. Лишнее убираю. И он у меня как стирательная резинка. И я начинаю подчищать стрелку. Оп. И у меня чистая линия. Другая кисточка, которая скошена, также прекрасна. Значит, сделали такой вариант. Теперь что можно сделать? Теперь можно попробовать тенями. Я сейчас беру тени, которые не самые тёмные. Для этого, чтобы прорисовать тенями, вам нужно кисточку намочить просто водой. Или спреем для фиксации макияжа. Потом вы влажной кисточкой будете набирать тени. Водичка. Кисточку намочили. И набираю сначала тени, которые не самые тёмные. Кисточкой мокрой набираю. Со всех сторон. И начинаем прорисовывать около ресниц. Лишнее, может быть, если у вас там много воды. Убирайте вот так вот. Тестируйте сначала цвет на руке. И понимаете. Ага. То, что надо. Всё. Можно начинать. И теперь опять придерживаете вот так вот глаз. Глаз закрываете. И близко к ресницам. Прямо, может сказать, по ресницам проводите. И у вас получается очень деликатная линия вдоль ресницы. Значит, самое главное. Между стрелкой и ресницами не должно быть белого пробела. Как только там белый пробел есть, всё. У вас не получится красивый макияж глаз. Так. Обязательно довожу до самого конца. Для чего? Для того, чтобы приподнять внешний уголок стрелки. Если не опустите, то стрелка чаще всего может казаться заваленной. Теперь опять мочу кисточку и набираю уже тёмный цвет. Вот этот. Для того, чтобы сделать именно хвостик кисточки потемнее. Это важно. Потому что там, где мы только что прорисовывали, вот здесь у меня будут накрашены ресницы. Соответственно, эта стрелка вместе с накрашенными ресницами будет смотреться темнее. А там, где ресниц нет, там она будет смотреться светлее. Поэтому глаз может получиться короткий. Нам важно именно вот эту зону прорисовать в более широкую стрелку и более яркую по цвету. Теперь я уже тёмным цветом дублирую. Переворачиваю кисточку и делаю хвостик. Не бойтесь делать хвостик длинный. Его всегда можно сделать коротким. А вот если сделаете короткий, то глаз, опять же, не будет выглядеть симпатично. Вот, посмотрите, какая красивая стрелка. Но что, какой есть тут нюанс, что когда начинаем мы улыбаться, да, посмотрите, что с ней становится. Это особенности возрастного века. Да, и поэтому стрелки, когда вы делали 20 лет назад, они держали вот так форму, потому что не было вот этих проблем с веками. А когда они уже не совсем в тонусе, то всё. Вот, посмотрите, я сделала вроде бы правильную стрелку. И если я брови немножечко так приподниму, то она в общем-то хороша. Но стоит мне расслабиться. И видите, стрелка получается вот этой частью века. Она видишь, как будто бы заваливает её. И уже не так красиво. Ну что же мне, вот так ходить, что держать брови приподнятые? Делать удивлённый вид для того, чтобы стрелка работала? Нет. Для того, чтобы вот здесь приподнять, можно сделать вот такой вот штрих. Берёте и чуть-чуть прорисовываете снизу. Просто под ресницами немножечко делаете акцент. Можно это сделать или карандашом, или теми же тенями, которые вы использовали вот в этой зоне. Таким образом мы как бы опускаем центральную часть глаза. И у нас эта стрелочка, смотрите, она тут же чуть-чуть приподнимается. Но, конечно же, это не спасает. В таких случаях, когда уже идёт изменение формы века, то, конечно, лучше поддержать стрелку тенями. Без этого никак. Поэтому нужно немножечко пересмотреть свой макияж с возрастом, для того, чтобы опять же ваши глаза выглядели красивыми. Что значит поддержать стрелку? Это значит нужно вот в эту зону как раз, где века заваливается, нанести тёмные тени для того, чтобы создать эффект глубины. Вот смотрите, даже когда глаз у меня не накрашенный, он кажется более открытый, нежели когда стрелка. Я даже предпочитаю многим девушкам, у кого уже есть такие возрастные изменения, как у меня, перейти всё-таки больше на тени. Потому что тени лучше корректируют в этом случае вот эту зону глаз. Если у вас таких изменений нет, у вас прекрасная открытая века, рисуйте на здоровье. Но как корректировать, если всё-таки у вас есть изменения, и при этом вы очень хотите стрелки, но не можете вы от них отказаться? То дальше уже идёт, ну я бы сказала, да, сложный рисунок теней, но если вы уж очень хотите, надо приноровиться. То есть я беру кисточку, вот такой вот бочонок, бочонок кисточка, это кисточка, которая такая вот округлая у основания, набираю тени тёмные, которые я только что красила стрелку, и стараюсь вот эту вот часть века, которая теперь у меня ещё более новейшая, немножко затемить. То есть вот то, что как раз нависает над стрелкой, нам нужно что-то делать? Затемить. Это и есть поддержать стрелку. Видите? И сразу глаз приподнялся. Вот промежуточный вариант, посмотрите. Видите, что с помощью теней глаз становится более открытый, и всё равно создаётся ощущение, как стрелочка. То есть теперь, когда изменение века просто стрелка сама, она не даст такого эффекта. Обязательно нужно сочетать с тенями. Сейчас я растушую до конца, и вы увидите, какой будет конечный результат. Смотрите, вот видите, теперь видно, что вот эта вот стрелка, которую я рисовала, она держит форму, и нет вот этого нависания века, и глаз смотрится, если я сейчас его расслаблю, посмотрите, видите, всё-таки как стрелочкой. Сейчас ещё, конечно, в конечном итоге большую роль сыграет ресницы. Они как раз поддержат вот эту стрелку. Вот что значит поддержать стрелку. То есть просто так не получается. И давайте для сравнения я вам покажу теперь этот глаз. Нарисую вот этот вот хвостик стрелки, для того, чтобы вы увидели разницу, насколько важно поддержать стрелку. Даже если вы прорисовали её безупречно красивую, не на каждом веке можно её оставить просто самостоятельно, без теней. Если до этого не смотрелся глаз какой-то нависший, то опять же, посмотрите, я прорисовала стрелку, вот таким вот образом я приподнимаю в рот, видите, да, и она красивая, опускаю, делаю спокойное лицо, и стрелка просто полностью закрывается. А если у вас строение века такое, что полностью закрыты подвижные века, и верхний век вот так нависает, то всё, что вы прорисовываете, остаётся там под вот этим верхним веком. То есть вообще-то не видно. Видно только, когда вы так глаза закрываете. Поэтому в вашем случае, тем более, если вы делаете стрелку, то обязательно поддерживаем её тенями. Затемняю. Вот это самое нависание. Не там, где глазок у меня идёт, да, а немножко как бы выходя за край глаза. Как раз над изгибом вот этой стрелки, где у меня и нависает века. Вот. И сразу же вот эта точка приподнимает глаз. Так. Для ещё большего увеличения глаза возьму вот такой вот карандаш. Окей, бьюти. По цвету Ice Gold. И прорисую по слизистой глазу. Для того, чтобы закрасить розовинку слизистой. И, конечно же, дополнительно увеличить глаза. В данном случае я делаю прямо по всей слизистой глаза. Он, так как золотой, смотрится очень деликатно. Нет такого эффекта, что у вас прямо белый-белый след от карандаша. Ну, и теперь быстренько накрашу ресницы. Ресницы от самых-самых корней. И обязательно подкрутим. Обязательно. Ну, если они у вас, например, смотрят прямо, а тем более вниз. Потому что очень важно, если вы делаете стрелку и вы приподнимаете глаза, а ресницы у вас накрашены вниз, ну, и смысл. Ресницы будут смотреться более яркими. И, соответственно, ваша стрелка не будет работать. Поэтому у нас тут важно, чтобы ресницы были подкручены. И ресницы, и стрелка, они шли в унисон. То есть в одном направлении. Тогда ресницы усиливают вашу стрелку. И получается единое линию. Откорни, откорни. Прямо таким образом. Раз. Тушь это у меня Вильен Сабо термостойка. У нас написано как влагоустойчивая. Прекрасная тушь. Вот в таком вот оформлении, как обычно, кабаре, смывается легко и теплый водой. Нижний не полностью, а только по центру. И аккуратненько, без фонотизма. Для того, чтобы вот этот хвостик смотрелся более приподнятым. Накрасьте здесь, у вас сразу глаз вот сюда пойдет. Ну вот, макияж готов. Это не такие классические стрелки, просто карандашом прорисованы, а все-таки они вместе с рисунком теней. Такой макияж как раз будет очень хорошо. Не обязательно такие темные тени девушкам, у кого есть уже изменения век с возрастом, как у меня, и тем, кто хочет сделать большие красивые глаза. То есть, если я, например, глаза чуть-чуть приподнимаю, то рисунок теней видно. Если я расслабляю лоб, то посмотрите, тогда рисунок теней не видно. А вот эта вот линия деликатная, она, конечно, не точеная, все-таки более растушеванная, но, кстати, это тоже очень важный момент, если у вас есть уже возрастные изменения, то когда делаются слишком острые линии бровей, стрелок, губ, то тогда это еще больше усиливает наши морщинки на лице. Поэтому с возрастом стрелки лучше делать более деликатные, мягкие. Таким образом, вы как бы смягчаете все линии на лице и лицо смотрится более интересным. У вас есть инструкция, как сделать такие стрелки, попробуйте обязательно. Если у вас не получается, то тогда я жду у вас сюда на базовом курсе, где мы как раз изучаем стрелки разные и моделирующие, и декоративные, и для разного века. И вы 100% научитесь держать кисточку, подбирать для себя нужные цвета теней, карандашей и делать безупречный, профессиональный макияж для себя любимый. Потому что, когда мы молодые, то в принципе любой макияж, даже если он не очень аккуратный, все равно смотрится красиво. А вот когда мы взрослеем, меняется наше лицо, вот тут требуется больше правильной техники, больше понимания пропорций, потому что есть изменения и нужно понимать, как с ними работать. В этом деле я специалист, уже 25 лет работаю как визажист, ну и соответственно дошла до возраста, когда уже практически все, что рекомендуют антиэйдж, я применяю на себе, и когда у меня это получается, я с удовольствием вам рассказываю. Под этим видео есть ссылка на мой клуб Санжак, где девушки учатся не только профессиональному макияжу для себя, но и как сделать красивую стильную укладку, как для себя подобрать цвет одежды, который будет вас украшать, даже без макияжа. Это называется цветоколорит. И когда вы знаете свой цветоколорит, вы просто расцветаете на глазах. Также мы изучаем стиль, короче, все, что связано с красотой, как себя делать молодую и красивую. Не минус 20 лет, а как в своем прекрасном возрасте 50, 60, 70 лет и старше выглядеть прекрасно. Все подробности под этим видео по ссылке. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok